На Вайгаче может быть создан национальный парк. Об этом говорили во время экспедиции, которая побывала на одном из уникальных островов Нинского округа. В составе делегации представители Всемирного фонда дикой природы, Министерства природы, сотрудники профильного регионального департамента природных и глава Юшарского сельсовета. О целях создания национального парка в материале Елены Семеновичевой. Остров Вайгач – уникальный природный объект. На сравнительно небольшой территории можно встретить новоземельского дикого оленя и атлантического моржа, под виды которых включены в Красную книгу. Также вблизи острова регулярно встречаются киты, дельфины и тюлени, многие из которых также занесены в список редких исчезающих животных. Остров – одно из мест обитания белых медведей и ключевая орнитологическая территория России. Из 80 видов птиц, регулярно наблюдаемых на территории, 11 занесены в Красную книгу. Это Белоклювая, Гагара, Малый Лебедь, Беркут, Сапсан и другие. Помимо природного многообразия, на острове много исторических и культурных памятников. Мы надеемся, что такой же национальный парк появится и на Вайгаче. Всё-таки это священная земля, и там будет более пристально внимание уделяться именно объектам культурного наследия. То есть с целью сохранения этих культурных памятников, возможно, может быть, по мнению жителей, какие-то вообще следует ограничить доступ людей к объектам. Идея создания национального парка на Вайгаче принадлежит губернатору Ненинского округа Игорю Кошину. Министерство природы России, региональный фонд защиты дикой природы и профильный департамент поддержали предложение, и подготовка началась. Сейчас ведётся работа с местными жителями. В рамках поездки у нас поступило такое предложение для того, чтобы понять, всё-таки Варнак – это отдалённый посёлок, который все остальные территории Российской Федерации. То, чтобы жители Варнака могли понять, что такое национальный парк, с чем это издято, какие плюсы, преимущества и, скажем так, какие ограничения накладывают перед собой создание национального парка. Было такое предложение – отвезти, возможно, каких-то представителей посёлка в соседний национальный парк, который у нас есть, Кинозерский национальный парк в Архангельской области. Поездка намечена на август-сентябрь 2016 года, а пока организаторы обдумывают туристические маршруты, которые можно организовать на территории будущего национального парка. Туры на Вайгачи могут стать новым витком в развитии арктического туризма. Новая особо охраняемая территория расширит границы заповедных зон Ненецкого округа. Сейчас на территории региона зарегистрировано 9 особо охраняемых природных территорий. Две из них федерального значения – это заповедник и заказник Ненецкий, и семь регионального значения. В настоящее время идёт подготовка к созданию охранных зон в Тиманской тундре. Мы планируем создать природный парк «Северный Тиман». Вот примерно сейчас он указывает территорию, достаточно большая территория будет. И в состав вот этого природного парка «Северный Тиман» уже войдут памятники, существующие памятники природы. Это у нас каньон «Большие ворота» и памятник природы «Каменный город». Они будут в составе природного парка. Цель создания природного парка – здесь очень много представителей краснокнижных видов и флоры, и фауны, естественно. Ну и в общем и в целом, опять же, ценные породы рыб, защита. И в основном здесь речь идёт о защите краснокнижных видов. В целом к 2021 году в Ненецком округе планируется создать пять новых особо охраняемых природных территорий. Согласно плану мероприятий, будут созданы два природных парка и три заказника общей площадью более миллиона гектаров. Тогда площадь охранных зон составит 10,5% к площади территории региона.